Земли, родной язык и нравы. Этот заголовок стал названием Абазинского литературного вечера, который прошел в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в рамках Дни литературы и искусства народов Карачева-Черкесии, посвященных году педагога и наставника. Об основных моментах расскажет Альбина Ламкова. Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой успешно продолжает выполнять миссию просветительства, сохранения культурного наследия, изучения родного языка, традиций и обычаев народов Карачаева-Черкесии. Программа Абазинского литературного вечера насыщена. На мероприятии говорили не только об истории, развитии и становлении литературы, о творческом наследии, но и о проблемах сохранения абазинского языка. Из года в год работники библиотеки стараются организовать мероприятия с участием не только видных деятелей культуры, искусства и научных работников, но и молодежи, воспитывая в них патриотические чувства, расширяя знания об истории народа, развивая интерес к прошлому и настоящему. Родной язык очень важен для любого человека. Он несет огромную ценность, традиции. Без культуры не будет порядка. Я знаю много писателей, поэтов абазинских. К примеру, Чикатуева Микаэля, Хайцухова Мерза и многих других. Я люблю очень народный абазинский танец «Кошара» и абазинские народные песни. Дома вы говорите на абазинском языке? Мы разговариваем на абазинском, да. Если в прошлом году была выставка Зойки Блахова, то в этом году Агузова. Для абазин обязательно нужно всегда соблюдать, кто выходит из Красного Востока, кто из Кубины, кто из ПСЖ. Работники библиотеки охватывают все наши населенные пункты. Что примечательно, всегда присутствуют дети, студенты, и дети читают стихи на абазинском языке. Книгоиздательская деятельность на родном языке имеет важный аспект в процессе возрождения национальной культуры. В этом направлении вплотную работает общественная организация «Лошара». Есть и новые проекты. Мы очень поддерживаем и абазинский театр, как государственный, так и народный театр «Инжич». Ну и других деятелей культуры, художников поддерживаем. Там где-то мастеров народных ремесел стараемся. На протяжении всего литературного вечера тема воспитания подрастающего поколения и интереса молодежи к изучению родного языка, его истории, народного искусства звучала не раз. Дети с большим интересом слушали выступления, приобщающие к истокам традиционной культуры абазин, пробуждающие гордость за свой народ. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Чекесия.